Здравствуйте! В эфире программа «Сарапул новости» в студии Юлия Седова. И мы расскажем о самых последних новостях из жизни города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К примеру, в Управлении по делам семьи, материнства и детства продолжается работа по перерегистрации многодетных семей. Более 900 семей подтвердили свой статус. В Управлении социальной защиты населения приступили к заключению социальных контрактов. Это одна из мер помощи малообеспеченным семьям. Отдел спорта напомнил о том, что эта неделя посвящена соревнованиям дошкольников. Специалист территориального отдела Роспотребнадзора доложил о ситуации с коронавирусом. Он отметил, это новый вид вируса, который опасен прежде всего своими возможными осложнениями. В Удмуртии случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы. Особое внимание на этом совещании было уделено отчетам управления благоустройства управляющих компаний и подрядных организаций. На вопросе чистоты улиц и прилегающих территорий глава города Александр Ессен остановился отдельно. У нас начался снежный месяц, у нас февраль-март. По прошлому году, если оценивать, то это достаточно напряженный был период. Если помните, не исключено, что и в этом году что-то подобное будет. Начало февраля достаточно снежное. Уже видны недостатки в уборке прилегающей территории, в частности домов, многоквартирных въездов на придомовые территории и так далее. Поэтому поактивнее прошу поработать с крышами, сосульками и, соответственно, с очисткой проездов придомовой территории и прилегающей территории. Напомню, что у нас в правилах благоустройства появилось понятие прилегающей территории. На сайте города уже часть территории отработаны и есть схемы этих прилегающих территорий. Муниципальная милиция начала работу, в частности разъяснительную пока, что это такое и как с этим работать. Тем не менее, кроме того, что у дома, в частности, или у предприятия, или у частного домовладения, кроме территории, которая во владении или в аренде, есть прилегающая территория, которая не является собственностью или не оформлена договором аренды, тем не менее, должна содержаться и очищаться в зимний период от снега, соответственно, чтобы была возможность пройти, проехать и так далее. Поэтому просьба найти вопросы, обращать внимание и содержать не только свою территорию, но и прилегающую территорию. Первый раз в первый класс. 1 февраля стартовала запись в школы Сарапула. В 2020 году изменился принцип электронной записи в школы Удмуртии. Сколько семей в городе уже определились со школой для ребенка? Как проходит процесс комплектования? С актуальной информацией знакомят специалисты управления образования. За первые дни февраля 17 школ города приняли более тысячи заявлений от родителей о зачислении детей в первые классы. 223 заявления поступило через региональный портал госуслуг. В этом году новые условия приема, а не новые не только для Удмуртии, а для всей России в связи с внесением изменений в законодательство, стали вне очереди приниматься братья и сестры тех детей, которые уже обучаются в образовательном учреждении. С 1 февраля по 30 июня проходит прием заявлений от родителей, чьи дети проживают на закрепленной к школе территории. С 1 июля начинается прием уже во все образовательные учреждения, независимо от места проживания, но при наличии вакантных мест. На сегодняшний день уже закрыт прием, то есть отсутствуют вакантные места в школах номер 9, 7, 15, 20, 18. В остальных образовательных учреждениях еще есть вакантные места, можно подать туда заявление. На обработку заявлений отводится 7 дней. Первые приказы со списками поступивших детей появятся не раньше ближайшей субботы. Количество школьников с каждым годом растет. В этом году школы города готовы принять около 1400 первоклассников. В прошлом году первоклассниками стали 1341 ребенок. В 2018 году – 1217 детей. Мужское певческое братство. Впервые в Сарапуле прошел зональный отборочный тур Всероссийского конкурса патриотической и духовной музыки. Участники фестиваля конкурса – мужские, юношеские и мальчиковые хоры, а также вокальные и фольклорные ансамбли. В наш город приехали коллективы из ближайших районов. О чем поют мужчины, знает Айгуль Зайнулина. Мы рады приветствовать вас на зональном отборочном туре 8-го открытого всероссийского конкурса «Мужское певческое братство», проводимого в рамках Международного музыкально-патриотического фестиваля. Открыл конкурсную программу фестиваля ансамбль «Талисман» из Сигаева в составе ребята 9-12 лет. С невозмутимым видом школьники пели о любви к родине. Их руководитель уверен, для хорового пения важна не красота голоса каждого участника, а их совместное звучание. ПЕСНЯ Нужно расставлять голоса так, чтобы каждый учащийся слушал наиболее удачного исполнителя и тянулся за ним. Тогда будет звучать гармонично. Как и на любом конкурсе, участники хотели запомниться жюри не только своим пением, но и интересными композициями, костюмами и постановкой номеров. В составе ансамбля «Казачьи песни» из Сигбаева нет истинных казаков, но это не мешает им любить казачью культуру. Вот уже больше 20 лет участники коллектива несколько раз в неделю собираются в селе и поют. Сынные морозы чудовища творят, кровлядый ярмарец нас расступает, наношу державу на грех золотой. Конкурс для них – возможность напомнить о себе молодежи, показать особенную манеру исполнения казачьих песен, красивые костюмы и чувство патриотизма воинов. Ну, наверное, в первую очередь патриотическое воспитание, любовь к своей родине. Издревние же казаки были защитниками своей родины, и поэтому, глядя на таких бравых мужчин, я думаю, нынешняя молодежь только должна равняться. А сарапульских участников зал слушал, затаив дыхание. В их исполнении был трепет, нежность и особенное отношение к каждому звуку. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Их выступления всегда отличают подготовленность и интересные аранжировки. Руководитель коллектива Павел Сакмаров – заслуженный работник культуры республики. Об успехе выступления коллектива говорит так. Первым на первым надо любить это дело. Пение, я имею в виду, песню любить. Заниматься очень много, благотворно заниматься. Много времени очень уходит у участников. Большое им за это спасибо, потому что это и вклад большой личный. Отрываются люди от семьи. Терпит много. На отборочном туре в Сарапуле в конкурсной программе было заявлено 8 коллективов из Сарапула и близлежащих к городу районов. Вот на этих зональных турах в них принимают участие и те, кто претендует на участие в конкурсе, и те, кто заявился просто для участия в фестивале. И мы, вот наша задача, жюри, во-первых, помочь коллективам, которых мы отберем на заключительный тур, лучше подготовиться. И действительно создать праздник, праздник поющих мужчин, который бы не ограничивался только нашим заключительным туром, чтобы вся республика была бы вовлечена в этот праздник поющих мужчин. После закрытого совещания жюри решило допустить до участия в республиканском этапе конкурса «Мужское певческое братство» всех конкурсантов. А теперь о спортивных событиях. На текущей неделе в Сарапуле проходит ежегодное соревнование для дошкольников в ритмах спорта. Состязаются команды всех детских садов города. Главное в соревнованиях без ошибок и быстрее соперников выполнить предложенные задания, которые подготовили организаторы. О самых динамичных и веселых испытаниях наш следующий сюжет. Соревнования среди дошкольников в ритмах спорта можно назвать самыми динамичными. Быстрые и шустрые от природы участники показывают все, на что они способны. К шуточным испытаниям они подходят со всей ответственностью. Я думаю, что делать и что говорят, я выполняю. Они должны в команде все быть, передавать эстафету и хорошо все делать. Это для нас, взрослых, бег в шляпах – развлечение. Для дошкольников все серьезно. Они быстро собирают цепочки, также быстро строят дом. К примеру, детский сад номер 33 к соревнованиям готовился несколько месяцев. Разучиваем специальные движения, учимся передавать правильно эстафету, работать в команде. И у других участников отношение к физическим нагрузкам особенное. Например, в команде детского сада номер 41 почти все ребята занимаются спортом. Я люблю дома приседать, делать пресс себе и заниматься с мамой йогой. Я занимаюсь штык-гландо, поэтому я очень сильный. Педагоги уверены, спорт необходим не только для поддержания физической формы. Во-первых, они повышают свою самооценку. Им очень нравится выступать, они стают коммуникабельнее и здоровее. Самое главное – здоровыми. Все задания организаторов юные участники преодолели с улыбкой. Еще бы! У каждого есть свой секрет успеха. Чтобы поддержать свою команду, надо с ними победить и никогда не надо отставать. Просто надо верить в себя. Надо быть быстрым, уверенным. Ребята быстро справились с заданиями, осталось время и на танцы. Этот соревновательный день – один из четырех. По итогам всех встреч будет выявлен победитель. Команда детского сада, преодолевшая эстафету быстрее всех. На этом у нас все новости. Эфир программы «Сараполновости» вы можете смотреть в среду и пятницу на канале «Удмуртия» в 19 часов. Повтор программы в четверг в 10.15 и в субботу в 6.45. Смотрите нас на 21-й кнопке у всех кабельных операторов, на спутнике в Триколоре и телекарте, а также в удобное для вас время на сайте администрации города и ее страницах в социальных сетях. Далее эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хороших новостей! Субтитры подогнал «Симон»!